Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравствуйте. В эфире Минское городское управление МЧС. Студия Анастасия Гарбер. С начала года в столице зарегистрировано более 2050 пожаров и загораний, жертвами которых стали уже 24 человека. Минск чрезвычайный. На минувшей неделе пожар случился в Зеленом Луге. Сигнал о загорании в многоквартирном доме по улице Седых поступил в дежурную службу МЧС поздно вечером в четверг. Как выяснилось, горели мусор и деревянная оконная рама на лестничной площадке. В результате неосторожного обращения с огнем неустановленным лицом была повреждена сама рама и закопчены стены подъезда. В пятницу вечером пожар вспыхнул в одной из комнат на седьмом этаже в студенческом общежитии Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, расположенном на улице Беды. В здании сработала пожарная сигнализация. Еще до прибытия спасателей началась экстренная эвакуация студентов, находящихся в общежитии. Всего их было эвакуировано 150 человек. К счастью, в медицинской помощи никто из них не нуждался, а пожар был оперативно ликвидирован. Предполагаемая же причина случившегося – короткое замыкание электропроводки в розетке. Минск чрезвычайный. В эти дни в республике продолжается профилактическая акция «Молодежь за безопасность», приуроченная к 14 октября – Дню образования Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных. Минские школьники, активисты этой организации, посещают домовладения инвалидов, ветеранов и многодетных семей. Они не только оказывают им всевозможную шефскую помощь, но и рассказывают о безопасности, делая акцент, конечно, на сезонные причины возникновения чрезвычайных ситуаций. Ведь с наступлением на улицы холодов в стране начался осенне-зимний пожароопасный период, когда увеличивается количество пожаров, связанных в том числе с неправильной эксплуатацией печного и электрооборудования. Чтобы не стать погорельцем при эксплуатации электрооборудования, обязательно соблюдайте меры безопасности. А еще будьте здоровы и слушайте нас в следующий четверг. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.